всех снова приветствую вы как всегда на канале седой инвестор сегодня у нас уже 32 выпуск рубрики под названием altcoin и на иксы и суть ее состоит в следующем телеграм-канале у меня выходят на постоянной основе посты о сборе ваших активов на разборы последующие ну и конечно же я еще рассматриваю комментарии под youtube роликами поэтому обязательно их оставляйте если хотите услышать мое личное мнение на определенные альткойны и так что касается данного портфеля здесь у нас находится среднесрочные активы в данный момент совокупный пенел примерно около нуля в общем потихонечку накапливаю данный портфель вашими активами ну и соответственно вы можете наблюдать как они будут расти ну или противоположном случае падать пока что все в пределах нормы я считаю то что на таком рынке как сейчас если ваш пенел находится на плаву от минус 30 до плюс 30 процентов то это уже победа потому что как только начнется полноценная обычая фазы по биткоину данный портфель начнет свой рост незамедлительно в отличие от тех кто покупал бездумно и сейчас находится в просадке ну наверное от 40 до ну и плюсом процентов общем-то а также я еще в прошлом ролике создал новый портфель а именно долгосрочный пока что у меня здесь есть эфириум и еще и сюда перекинул с того портфеля среднесрочного лайткоин также будем его потихонечку усреднять но также накапливать поэтому если вам заходит данная рубрика не забывайте проявлять активность чем больше активности под моими роликами тем соответственно эта рубрика будет жить ну что ж давайте начинать списке самых перспективных криптовалют на постоянной основе в закрытом чате телеграм это мой личный проект по заработку существует он уже более двух лет я работаю один и соответственно на все ваши вопросы отвечаю лично я сам с помощью открытого чата рекомендации состоят из долгосрочных и среднесрочных инвестиций среднесрочные инвестиции рассчитывайте примерно от 1 до 6 месяцев но как показывает практика некоторые сделки отыгрывают намного раньше долгосрока рассчитывайте примерно от 1 года но опять же все зависит от ваших личных целей каждой криптовалюте я прилагаю график где указываю потенциальный профит и соответственно потенциальные риски для того чтобы вы уловили мою личную мысль с чего я вдруг решил то что будет рост того или иного актива помимо рекомендации в случае необходимости я также тебе помогу разобрать твой старый портфель укажу на его ошибки возможно переформируем а возможно вообще создадим новый именно сейчас рынок криптовалют максимально непредсказуемый я рекомендуйте воспользоваться данным сервисом чтобы уберечь себя от лишних просадок совсем скоро я буду увеличивать прайсы свои подписки поэтому успевай подключаться по старым ценам для вступления в мое закрытое сообщество по заработку тебе необходимо перейти в описании ролика и там ты найдешь мою личку и так первый на разбор у нас актив под названием пол начал он свое существование получается еще 2023 года из того времени пока что он падает на самом деле полигон мать ик не последний проект на сегодняшний день на который стоит обратить внимание но вот что касается нового токена опять же мои мысли не меняются я не понимаю зачем они это сделали в принципе у них то и обычный полигон мать довольно неплохо жил но что касается сегодняшней ситуации пока что не все так хорошо где будет то самое дно откуда стоит откупать активы я пока что не могу сказать потому что сейчас идет параболическое падение да вроде бы есть некое удержание зоны поддержки 38 центов но проливы были до 34 центов и соответственно последняя зона поддержки исходя из всей истории этого актива находится на 34 центах исходя из его параболического падения можно пока что обходить его стороной до тех пор пока мы не увидим полноценное закрепление на какой-нибудь из ближайших зон поддержек стоит ли его покупать в долгую я пока что его накапливать не собираюсь если честно я хочу посмотреть дальнейшее развитие событий если вкратце то цена актива пока что не остановилась будем дальше смотреть что будет происходить а также нужно изучать его дорожную карту что вообще разработчики собираются делать будущем потому что повторяю данный проект себя зарекомендовал довольно неплохо точнее разработчики и вполне возможно им можно даже доверять иногда поэтому нужно смотреть на площадку байнонсу также залистен ну и как бы после этого все равно какого-то полноценного закрепления у нас нету история слишком коротко для того чтобы проводить какой-то технический анализ в общем то пока что он идет мимо меня и так далее бсв закрытом чате telegram я рекомендовал закрывать полную позицию еще в августе месяце вот на этом росте лично я это сделал что касается сегодняшней ситуации но после обновления дна последняя зона поддержки находится теперь примерно на 4 центах накапливать его сейчас или нет но лично я пока что этого делать не собираюсь на сегодняшний день есть более перспективные активы куда стоит вложить деньги поэтому тоже прохожу мимо далее токен рар обновление дна у нас не произошло в августе месяце был очень сильный памп в размере примерно около 500 процентов роста это очень хороший профита считаю коррекция с того момента произошла на шестьдесят девять процентов и сейчас ответственно есть смысл к нему присмотреться но покупать активы будут тогда когда будет снижение рисков какие рассказывал своих прошлых роликах как только цена актива пустится на потенциальные риски в размере минус 35 процентов коррекции я соответственно буду его накапливать так как повторяю последняя зона поддержки 5 центов было удержано и произошла довольно неплохая коррекция в общем галочку поставил и в будущем обязательно его начну накапливать но пока что для меня слишком дорого да и тому же цена актива максимально приближена к зоне самого крупного накопления в данный момент она играет роль зоны сопротивления одной из крупнейших за всю историю технической составляющей этого актива поэтому просто ждем коррекции далее ноткоин все на свой личный страх и риск я как не покупала вот так и не собираюсь это делать пока что вполне возможно то что будет такой же рост примерно какие потом кайну но тут уже 50 на 50 непонятно что будет ближайшее время с этим активом несмотря на то то что сейчас bitcoin показывает локальную позитивную формацию а именно на рост не забывайте то что общий тренд по биткоину нисходящий поэтому будьте крайне осторожны покупая такие активы да и не спорю то что есть токены которые идут против биткоина и очень сильно ликвидность просто разница но я не думаю то что он от coin покажет именно ближайшее время какие-то позитивные показатели на рост потому что опять же цена актива опустилась ниже зоны самого крупного накопления и теперь она играет роль опять же сопротивления прохожу мимо тивити это у нас нативный актив программного кошелька трост валют в принципе для долгосрочного накопления можно присмотреться к этому активу но вы должны понимать то что последняя зона поддержки у него находится через 84 процента потенциальной коррекции а также данный кошелек был приобретен площадкой байнерс когда у руля был чем пинжао сейчас другой человек поэтому также обратите на это внимание новый гендиректор активно избавляется от многих активов с площадки байнерс из последних самых таких популярных это токен риф я лично его сейчас не закупаю для среднесрочного накопления он крайне не выгоден потому что первая стенка у нас находится через три процента 2 через 8 12 20 в общем не выгоден для среднесрочного накопления но и в долгую пока что я здесь ничего хорошего не наблюдаю исходя из общей ситуации на крипто рынке далее dot довольно неплохой долгосрочный актив его цена на момент записи ролика составляет 4 доллара 25 центов последняя зона поддержки находится через 52 процента потенциальной коррекции я подожду полноценного закрепления над сегодняшней зоной поддержки именно 4 доллара 25 центов и буду делать уже последующие выводы стоит ли мне его усреднять но либо нет есть смысл дождаться полноценного закрепления так как если цена актива пробьет эту зону поддержки про которую только что говорил будет возможность усредниться по более низким ценам и соответственно снизить первоначальную точку входа я его покупал и по 7 долларов и по 6 типа 5 покупал также и по четыре с половиной но если рынок даст усредниться по 3 доллара я обязательно это сделаю поэтому я дождусь следующей недели подожду посмотрю и уже приму решение пока что я также обойду его стороной именно сегодня а так вообще если вы рассматриваете долгосрочные цели для диверсификации ваших средств от отличный актив на сегодняшний день и так далее lcx прошлого разбора получается у нас пошел небольшой рост а также увеличение риска вплоть до 26 процентов потенциальной коррекции и первая цель от которой мы будем работать 105 процентов роста можно заработать в принципе да почему сегодня его не прикупить отличная техническая часть последняя зона поддержки 10 долларов 32 цента удерживается и пока что он слабо отреагировал на локальный рост биткоина поэтому завтра можно уже увидеть цены выше сегодняшних поэтому да среднесрочный портфель буду сегодня также дополнять этим активом еще в поисковой строке lcx qsd team а также покупаю по рынку на 20 долларов отлично купить ордер исполнен идем дальше джим тим так пока что по нему у меня также мысли не меняются как я говорил с прошлых роликов так коррекция и продолжается последняя зона поддержки находится через 92 процента потенциальной коррекции удержание зоны поддержки локальные пока что глобально не произошло но с другой стороны локальная ситуация говорит о следующем давайте посмотрим есть у нас значит локальная зона поддержки сейчас ее отмечу это у нас получается восемь с половиной центов и по сути возможно не увидим мы цены ниже минус 35 процентов но напоминаю какой тренд сейчас у биткойна нисходящий точно я сегодня сюда не вижу смысла вкладываться я считаю коррекция по нему продолжится и опять же здесь образовался полноценный глобальный зеркальный уровень от 18 с половиной центов обратите на это внимание я обойду его стороной а вы уже можете принимать решение сами и так актив под названием тковом последний раз мы в закрытом чате забирали примерно вот это все движение сейчас покажу скрин в день фиксации прибыли мой личный профит составил около 170 процентов об этом я писал в телеграм канале в открытом а также закрытом чате ну и в общем то смогли заработать довольно неплохой профит что касается последующей ситуации пока что накапливать я его еще не начал повторно что касается сегодняшней ситуации но в принципе можно его рассмотреть опять же если рассчитывать на зону поддержки 30 центов то она играет роль зоны самого крупного накопления от нее очень часто происходит отскоки в обратную сторону соответственно если делать упор именно на этот вариант исхода событий то первая цель может дать нам примерно 35 процентов профита но я считаю это слишком мало поэтому ей смысл работать от второй цели здесь можно забрать примерно 147 процентов профита но опять же всегда рекомендую работать примерно от 60 процентов а это примерно 60 центов за один актив поэтому принципе можете присмотреться почему бы и нет но не забывайте то что последняя зона поддержки находится через 73 процента профита а также минимальная цена куда приходила техническая часть актива это 2022 год сегодняшних цен это минус 53 процента потенциального профита в принципе можно присмотреться почему бы и нет довольно неплохая техническая частью актива для долгосрочного накопления если вы рассчитываете здесь заработать на этом активе то не забывайте оставляет свободный фиат после каждой покупки для того чтобы постоянно усредить свою первоначальную точку входа я считаю по нему коррекция еще продолжится и возможно сможем увидеть цены дешевле сегодняшних а тогда довольно неплохо актив для диверсификации почему бы и нет суе дорогие друзья локальные хаи я лично его не покупал последняя зона поддержки находится через ну как бы 94 процента потенциального профита но пока что нет смысла ее рассматривать нужно дождаться полноценной коррекции единственное что сейчас можно сказать по этому активу так как мы заметили довольно неплохой пам по суе теперь будем ждать коррекцию и в будущем до вполне возможно буду его накапливать первая остановка которая жду это примерно 71 цент многие скажут то что уже поздно думать надо было покупать раньше не спорю но я всегда готов немного подождать исходя из его сегодняшней технической части можно сказать то что актив довольно живой он уже почти пробил свой прошлый этаж сейчас нужно ждать в общем-то коррекцию если на произойдет в будущем можно будет на нем заработать сейчас точно нет и так да да мысли по нему у меня не поменялись также ожидаю продолжения роста у нас значит есть увеличение риска вплоть до минус 36 процентов потенциальной коррекции первой цель может дать нам 127 процентов профита и в идеале забрать еще вторую цель почти 300 процентов профита также сегодня его среднюю dota use детей рынок 20 долларов также вкладываем отлично идем дальше следующий актив под названием йота его цена на момент записи ролика составляет 12,6 центов есть риски в размере минус 57 процентов потенциальной коррекции пока что есть смысл подождать его покупал ранее по 17 20 центов и пока что идет пролив глобальный есть смысл ожидать цен ниже вот усредняться буду примерно по этим ценам около семи центов за один актив но около 7 или 8 в этом случае даже первая цель дает около 112 процентов профита и 2 178 но в любом случае я ожидаю по ней цены выше чем только что озвучил последняя зона поддержки посмотрим удержится или нет а вообще-то на будущее обязательно присмотритесь для усреднения напоминаю данный актив я покупал по более высоким ценам и так авакс последний раз закрытом чате мы на нем зарабатывали сейчас покажу скрин это у нас был декабрь 2023 года мой личный профит составил 140 процентов и тогда цена составляла 41 доллар 66 центов примерно что касается максимального профита он составил ну получается около 300 процентов и есть люди которые дождались этих цен в закрытом чате и смогли забрать два раза больше чем я пока что я еще ожидаю по нему продолжение коррекции вполне возможно она продолжится что касается сегодняшней ситуации то среднесрочные цели особо много не дают вторая цель 36 процентов 3 57 поэтому пока что есть смысл с ним немножко переждать если цена актива достигнет зоны самого крупного накопления повторно как это было 5 августа то скорее всего до продолжим накапливать пока что ожидаю и так монетка гала идет небольшой рост получается ранее его покупал и теперь риски составляют примерно минус 40 процентов потенциальной коррекции это высоковато для меня особенно когда bitcoin локально растет дождусь следующей неделе я думаю риск снизится до минус 30 а то и минус 25 процентов давайте посмотрим что он у нас по пенеллу с этим активом получается он у меня по-любому здесь где-то был вот она гала и посмотрим его пенел он составляет плюс 10 процентов до подожду еще и у среднюю получается когда пенелл будет составлять примерно 0 а тогда продолжаю его держать токенсент сверх высокорисковый актив из игровой тематики идем глобальный пролив и последняя зона поддержки находится через минус 97 процентов потенциальной коррекции но точно нет слишком высокие риски если вы рассматриваете мемные игровые токены любого рода фантики но вы должны понимать то что пролив может по ним продолжится абсолютно в любой момент риски сверх высокие но и памп как показывает история может быть просто гигантским все будет зависеть именно от тренда этих активов но точнее проектов от зоны самого крупного накопления в прошлом рост составил в 2021 году полторы тысячи процентов это очень много но сейчас я точно его покупать не буду риски сверх высокие кто любит рисковать то ваше дело конечно же следующий актив под названием перп мои цели по нему не меняются я ожидаю цен ниже в данный момент риски составляют минус 46 процентов а мне хотелось бы увидеть вот таких вот примерно цен это было буквально недавно но к сожалению я не купил его из-за того то что актива не было в списке заявок которые вы собственно оставляете в прошлом разборе я указал по каким ценам лучше его покупать если вы прислушались ко мне то поздравляю вы уже в плюсе поэтому иногда к этому тоже нужно прислушиваться итак атом космос цена актива максимально приближена ближайшие зоне подожду следующей неделе я думаю будет продолжение коррекции а тогда для долгосрочного накопления отличный актив но и плюс для диверсификации ваших средств по хорошему покупать максимально приближена к зоне поддержки но ни в коем случае не сопротивление поэтому также подожду но в будущем я буду его накапливать и вам об этом обязательно расскажу и покажу арбитру нисходящий дренд продолжается идет обновление 1 последний раз она была 5 августа посмотрим что будет ближайшее время но максимально негативная динамика по этому активу поэтому точно нет оптимизм все то же самое пока что скользящая моя отрабатывает вполне возможно будет какой-то рост но не думаю то что он будет настолько сильный чтобы сейчас бежать и покупать этот актив для среднесрочного заработка он максимально неприбыльные расстояние между зонами сопротивления слишком маленькая да и к тому же сегодняшняя цена актива максимально приближена к зоне сопротивления а про это я говорил то что я обычно покупаю активы когда их цена приближается к зоне поддержки но не сопротивление ни в коем случае следующий air пока что по нему идет нисходящий тренд х и постоянно уменьшаются точнее вершины и скорее всего коррекция продолжится последняя зона поддержки у нас получается находится через 79 процентов поэтому точно нет пока что ожидаем продолжение коррекции я думаю она будет но как минимум до вот этих отметок 10 долларов 93 цента здесь находится самый крупный объемный блок ну и соответственно ближайшая глобальная зона поддержки следом идет x но прошлый раз я разбирал его когда цена актива составляла примерно 1 доллар 20 центов и с тех пор он уже получается скорректировался на минус 27 процентов я говорил то что первая цель которую есть смысл ждать это 98 центов если вы продолжаете его накапливать ожидайте следующую цену 61 цент кто прислушался тот принципе смог захватить первую цену но покупать по одному доллару 20 центов прошлом точно не нужно было я доказал почему время все расставило на свои места так сказать далее лска есть удержание последней зоны поддержки в данный момент риски составляют минус 37 процентов потенциальной коррекции но что касается потенциал на рост слишком маленький профит то есть только третья цель и дает нам 71 процент профита поэтому для среднесрочного заработка он особо-то и не выгоден будем ожидать цен ниже когда риски приблизиться к минимуму где-то минус 15 20 процентов и оттуда буду уже работать мне необходимо дождаться тех цен чтобы первая цель давала ну хотя бы 60 процентов потенциального профита это у нас получается цена примерно 60 центов за один актив поэтому также продолжаем ждать и так ну что ж это все активы на сегодняшний день которые вы просили меня разобрать сегодня прикупили мы значит токен дода далее мы покупали lcx ну и еще что то мы сегодня с вами покупали точно я просто если честно немного приболел поэтому могу что-то забыть в общем пишите комментарии где я ошибся что я сделал не так что касается полного списка моих личных рекомендаций закрытом чате получив доступ к которому вы будете на постоянной основе получать списке самых перспективных активов на сегодняшний день для среднесрочного и долгосрочного накопления а также случае необходимости я всегда готов разобрать ваш первоначальный портфель указать на его ошибки и соответственно сделать какие-то рекомендации ну либо с тобой вместе его переформируем в общем всю работу делаю за вас лично для полной информации для вступления в мое закрытое сообщество по заработку описание ролика есть моя личка поэтому пользуюсь всем пока что он не работает он а как в Продолжение следует...